Всем привет, друзья и гости канала! Сегодня уже на дворе конец декабря. В моем районе очень-очень много, друзья, дачных кооперативов. Уже дачников как бы нету, но контейнерные площадки еще такие вот есть. И сегодня я решил такой экспериментик маленький. Объеду порядка 10 контейнерных площадок. Посмотрим, что с них нам удастся заработать. Вот, смотрите. Вот контейнерная площадка первая. Сразу смотрите, ребят, бочка железная, да? Примерзла, но металлолом у нас прилично стоит. Будем забирать по-любому. В принципе, как всегда, хватает бутылок. Хватает бутылок, банок алюминиевых. Сейчас потихоньку возьмем мешочки и начнем собирать. Буду еще объезжать поля, обочины. Буду на леса засматриваться, по обочинам смотреть. Потому что часто дачники выкидывают ведра, тазики просто в лесок. Сейчас трава спала, все это видно. Ну и в принципе на металле можно неплохо заработать. Ну что, вооружился мешком. В принципе, вот стеклотары достаточно много. Будем собирать стеклотару. Банки алюминиевые. Потом посортируем. Ребят, если ролик наберет 100 лайков, покажу видео с приемки. Покажу, сколько я на всем этом деле заработал. Ну а пока что вот начинаем собирать стеклянные бутылки, алюминиевые банки и металлолом. Вот такой вот видосик сегодня у нас наберет. О, как и говорил, вот вблизи дача такая вот свалочка. Яблоки, какой-то мусор. Вот железное ведро первое. О, нормально металлоломчик стоит денег. Вот. Я думаю, тут еще попадет на меня нормально металла. В принципе, уже много металла накидал возле дач, около леса. Вот. Даже перестал собирать бутылки. Наверное, все-таки сегодняшний ролик будет чисто о сборе металлолома. Ребята, возле дачных кооперативов. Такие вот свалки. Прямо вот смотрите. Вот забор дачи. Вот свалки прямо вдоль забора. Людям пофиг, в принципе. Вот. Ставьте лайк, если вам нравится. Я насобираю как можно больше металлолома. Объеду как можно больше дачных кооперативов. Ну, потом, если 100 лайков насобирается, сниму ролик, как я это все сдаю на второчермете. Официальная государственная приемка. Ну, и посмотрим, сколько можно денег заработать. Сбил спидометр на ноль, чтобы знать, сколько километров проеду. Вон мой буст стоит. Все. Поехали дальше. Всего лишь два кооператива. Уже вот такая железная бочка. Тачка железная. Вот 200 литровая бочка смятая. Ведро. Там еще уголок какой-то. То есть вот всего лишь два кооператива проехал. Что-то в леске нашел. Вот, короче, вот такой вот сбор металла. Ну, вот, друзья, приехал. Очередной кооперативчик приехали. Мусорная площадочка. Вот. Вот такая вот здоровая, вот если видите, ребята, растительность. Да, вот такая вот горка. Вух, вдоль дороги насыпана. Понятно, что, скорее всего, эти ветки когда-нибудь спалят. Ну, вот так вот, прям возле кооператива. Вот такие вот свалки здоровые. Причем под ветками всегда целая куча мусора. О, есть железное ведро. Нам повезло. Сейчас мы его заберем. В леске уже тоже я попросматривал так прилично металлолома. В самих контейнерах уже, к сожалению, наверное, голяк. Они их уже закрыли на зиму. Один контейнер оставили рабочий. Ну, в принципе, наверное, немножко картона, бумаги. Что-то тут бутылок соберем. Но пойду в лес, ребята. Самое интересное, вот въездные ворота. Самое интересное в лесу. Там я уже просматривал ведра, какой-то телевизор. Самое интересное всегда в леске. Вот так вот ковры валяются. Вот тут вот вообще свалка свалкой. Тут мне, наверное, должно повезти. Отлично. Вон хорошая железяка лежит. Три разбитых телевизора. Не знаю, наверное, плату за даже там нету. Но я проверю. Вон ведро лежит хорошее железное. Тазик. Вот, вот я прямо около въездных ворот. Вон моя машина стоит. Вот только в лесок зашел. И, в принципе, тут прилично можно что-то насобирать. Вот. Это уже третий кооперативчик. Ну что, начинаем? Начинаем сборку. Фух, блин. Занес пару тазиков ведра. Телики битые. Но уже все поводирано. Даже плат нету. Странно. Вот еще один тоже. Телевизор раздолбанный. Ну вообще уже прям все сгнил. Вот. Ну. А вон еще телевизоров гора. Короче, я не знаю. Тут в лесу клондайк телевизоров. Короче. Вон там, видите, еще два или три. Вот тут телик один. Блин. Ну все. Вон там еще один. Я не знаю. Что за дачники такие? Зачем они телевизоры? В леса носят. Поставили бы на мусорной площадке. Кто-нибудь бы забрал. Ну или мусоровоз бы забрал. Кошмар. Кошмар. Да. Конечно, люди никого не стесняются. Ну хорошо. Хоть нам металлолома немножко оставили уже. О. Пошел вдоль этой горы. Короче, с ветками. Да. Вот от своей машины. Нашел нормально. Платы. Платы нашел. Они дорогие. Вот такой приемничек тоже заберем. Ну, в общем-то, еще тут покопаюсь немножко. Там в лесу тазик видел. Вот. Хожу за тазиком обязательно. Смотрите. Будем продолжать. Сейчас поедем на следующий кооператив. О. Приехал. Очередная контейнерная площадка. Ребят, ну этот дачный кооператив прям хочется похвалить. Контейнеры почти пустые. Все, что удалось найти, это одну вот застяночку такую. Лес, в принципе, чистый. Ничего вообще вдоль въездных ворот тоже не нашел. Все культурно убрано. Вот. Единственное, там небольшая кучка с яблоками. Ну, как бы, не знаю. Ну, вот тут ведерко маленькое замерзло. А так сказать, что тут грязно у них нет. Вообще, кооператив идеальный. Можно так сказать. Вот одна жестяночка. Поэтому, как бы, хороший кооператив. Молодцы люди. Трудятся за чистотой, следят. Поедем дальше. Посмотрим. Ну, вот очередной кооперативчик. Тоже, в принципе, неплохой. Мусорная площадка. На подъезде весь лес около ворота обшарил. Вообще ничего не нашел. Даже вон табличка, что ведется видеонаблюдение. Потому, наверное, так чисто. Ну, на самой мусорной площадке, конечно, свалка. Но, с другой стороны, эта мусорная площадка. Тут можно складировать мусор. Вот. Чтобы потом приезжала машина и забирала. Что касаемо моего металлолома. Тоже не очень сильно мне везет. Вот. Тут немножко пружин. Вон там железный ящик. Ну, и два тазика. Как бы так. Ну, хотя бы так. Уже неплохо. Вот наши пружинки. Железно. Как бы это. Матрасные пружины. Но, если их взять пучок. Пучок, то, в принципе, весят хорошо. Все. Буду собирать. Одной рукой неудобно. Ну, вот. Прогулялся. Два таких вот железных ящика. И какой-то лист алюминия. Ну, тоже неплохо. И вон пружинки те. В принципе, нормально. Хороший. Чистый кооперативчик. Так ничего вокруг не валяется. Молодцы люди. Трудятся над чистотой. Лайк так. Ну, вот. Снова очередной кооперативчик. Судя, вот, ребят, по кучке с кирпичом около ворот. Вот по всем этим веткам. Вот эти бугры с годами образовавшиеся. Яблок, веток. Чего-то там. Кооперативчик так себе. И люди тут тоже за чистотой не очень-то следят. И выкидывают все в лес. Сейчас ходим, посмотрим их нюю контейнерную площадку. Вот. А потом уже прогуляемся по лесу. Соберем. Я думаю, тут будет целая куча ведер. Вон даже маленький телевизор уже вижу. Вон лежит маленький телевизорчик. Вон большой телевизорчик. Вон два ведра. Тазик. Я думаю, тут будет неплохо по металлу. Вот. Все от людей зависит. Где-то хорошо, чистенько, убрано. Так. Ну, наверное, кооператив-то сам закрыт. Я не знаю. Мне, наверное, туда не попасть. Посмотрим контейнерную площадку. Ну, да. Все контейнеры перевернуты. Только один. Металла, в принципе, я там не вижу. Пойдем собирать по лесу. Ау. Сразу за контейнерной площадкой целая куча окон. Битый телик. Да, тут уж, конечно, дачники постарались, постарались. Ладно, пойду собирать свои тазики пока что. Ну, а вы не забудьте поставить лайк и подписаться. О, даже вот рядом с дорогой совсем, вот, въездные ворота, вот, телевизоры валяются. Целая куча. Я уже занес несколько тазиков. Какая-то залезяка. Мерзла. Не достать. Не достать. Ну, пособираем то, что есть, как говорится. Я думаю, за этим бугром то заберу. О. Алюминиевая баночка. Забираем. Вот. Ехал, ехал. Мое внимание привлекла вот такая вот красивая речушка. Друзья, вот труба переливная, течет речушка. Ну, и не зря, не зря. Вон там два тазика забрал. Вот. Два тазика как бы чистенько, но кто-то все-таки два тазика сюда приволок. Вот. Ну, сделали речку чище. Я считаю, достойно лайк. Ну, вот, пока ехал к очередному кооперативу. Та же самая речечка. Мостик, думаю, остановлюсь. Если там два ведра нашел, тут тоже. А тут, ребята, вообще свалка под мостом, короче. Не знаю, лампы какие-то битые, видно, не видно. Ну, вон, хорошая железяка. Я ее заберу сейчас, если тут грязь вот утоплюсь. Вот. Видите? Опа-на! Ох, колесо какое! Давай еще попробую выдрать. Ладно, выдерем. Сейчас камеру выключу, выдерем. Да. Так вот под мостиком речки. Прямо около злых домов. Накидают, накидают. А вон еще железка хорошая. Вот, видите? Оба-на! Отлично! Отлично! Нормальный кусок металла. Сейчас заберем. Ну, вот такая речка. И вон прудцы металлические хорошие. О, видите? Отлично. Да. Нежданчик, нежданчик. Там только два тазика. А тут, ребят, металла бери, не хочу. Все, пошел собирать. Ну что? Почистил эту речечку. Нормально с нее выбрал. Вот, ребят, дома. Вот дома. А вот тут вот такая вот обочинка. Видите? Свалка, а не обочинка. Тут тоже нашел кастрюлю железную. Даже, даже смотрите. Даже игрушки детские выкидываю. Что не поделать? Надо взять мешок и все убрать. Я считаю так. А как считаете вы? Возьму мешок, соберу. Очередной кооперативчик, ребята. Контейнера уже убраны. Вот. Но лес, как мне показали, вот эти бугры. И за ними большие болеи тазики и ведра. Металлолома мусеян. Тут мне придется поработать полчаска точно. Железа тут полно, друзья. Мусор не бросать на контейнерную площадку. Правильно? В лес носим. О, каркас от холодильника. О, две люстры. Нормально. Нормально. Одна алюминиевая, вторая железная. Надо брать. Надо брать. Я считаю, это классный подъем, ребятки. Две люстры забрали. Ну, как-то так. Вот. Сейчас пойдем еще по лесу железо пособираем. Не знаю. Вон там болея огромная такая лежит. Мы сейчас ее заберем. Там машина какая-то подъехала. Может, сейчас нас еще захотят тут прогнать. Хотя, что мы плохого. О, смотрите, сколько тазиков. Смотрите, антенна вон алюминиевая. Вообще неплохо. Тазики, кастрюльки. Даже есть алюминиевые чайники, ребята. Алюминиевые. Вот антенна. Тут вообще лес усеян металлом. Я думаю, что я тут задержусь-ка. Ставьте лайк, кому нравится такой сбор железа. Вот хожу-хожу по лесам, друзья. Везде вот такие вот разломные телеки. О, кастрюлька. Железная. Ой, она со льдом. Не, со льдом брать не буду. Можно было бы выбить, но я уже кастрюль накидал полмашины. Пойду, пройдусь вон туда. Там видел тоже телек, огромный тазик. Вот. Тут такой лес, конечно, чистить не перечистить. Я не знаю. Такого кооператива я еще не встречал. Честно вам скажу. Вот, еще телевизор. Где бы было столько много добра и мусора одновременно. А, нет, ничего нету. Ладно, пойдем дальше. А вот, вот эта мусорная площадка с другой стороны. Вот тут вот диваны, чайники, канистры. Зато она сама мусорная площадка, чистенькая. Вот. Что это? О, шпателечек железный. Возьмем какой-то пруд. О, и пруд возьмем. Ну, в общем-то, тут всего-всего добра. Вот, отошел пару метров от дороги, сразу выворку нашел. И в ней плитка, и куча мелкого железа, гвозди какие-то. Вот, видно, не видно, не знаю. Ну, в общем-то, такая сразу килограмм. Ну, под 10, наверное. Под 10. Там сетку от матраса не смог вырвать. Вон там еще железная труба. Сейчас заберем трубу сразу. Наверное, от дымохода легенькая. Во, труба. Оп. Ну, тоже металл. Во. Уже как бы побольше. В этих буграх бы, если бы покопаться, конечно. Тут бы тоже было металла много. Отошел метров, отошел вот метров 50 где-то от буса, да, 50 метров. Вуаля, детская коляска, смотрите. Вот такая вот детская колясочка. Заберем, я заезжу по контейнерным площадкам, где-то поставлю ее, там выброшу. Вот, там заберет потом мусоровоз. Ребят, ну, я не знаю, этому кооперативу самая худшая оценка. Они самые-самые тут засиры. Есть такие чистенькие кооперативы, все убрано хорошо. А тут я металл собирал минут 40 только вокруг забора. Вот так вот. Все, забираю коляску. Ох, короче, прокатился около дачной лэпки, ребята. Тоже немножко собрал металловом. А теперь только такой вопрос, как отсюда выехать. Тут, наверное, на УАЗике ты не проедешь, а на моем бусе. Впереди крутой снежный подъем. Не знаю, походу дурака я включил, когда сюда поехал. Ну, блин, сейчас будем стараться выезжать. Смотрите, решил заснять эту дорогу. Снежная колея. А вот и мой подъемчик, ребята, в гору. Ну, давай, МБХ, с Богом. Газку, газку, газку. Опа-на. Фух, Мерседес вытащил. Красота, природа. Выехали с этой ужасной дороги. Речка, солнце, ребят. Сейчас вдоль речушки повернем. Там дачные домики. Посмотрим, как там, что у них с металлом. Может, там что-то найдем интересное. Вот. Ну, потом останется еще два кооператива у нас впереди. Ну, и будем подводить какие-то итоги. Фух, ну, прогулялся туда вниз к речке. Короче, ничего. Вообще ничего не нашел. Две гнилые банки от краски. Вот. В принципе, чистенько, хорошо. Ну, все, едем на последние два кооператива. Ну, и как бы на этом будем подводить уже какие-то итоги. О, такая красотень у нас. О, кто-то стреляет, ребят. Это мы уже находимся в деревне Вязанка. Хорошо, тут чисто, красиво, отлично. А подхожу к машине, так удачно остановился. Кто-то палил покрышку, видите? А рядом с покрышкой лежит ниппель. Грузовая шина, это ниппель. Это латунь, ребят, не знаю. Сейчас покажу вам. Видно, да, вот это бронза. Ну, все ниппеля у грузовиков, они латуневые. Вот, видно, желтенькая там немножко. Ну, просто он погоревший. Не очень хорошо. Вот, тут, наверное, уже получше как-то заметно, что... Не знаю, видно, не видно на видео. Ну, в общем-то, такой латуневый сосочек. Повезло. Ух, короче, друзья. Ходил мимо одного кооператива. Мужик подходит, говорит, парень, А что ты делаешь? Я говорю, мол, собираю железо, ролик снимаю. Он говорит, блин, правильное дело делаешь. Чище кооперативы делаешь. Говорит, у меня есть металл. Забирай, говорит, только загрузишь сам. И мне подфартило. Он мне подогнал. Вот такие вот, ребят, столбы. Четыре столбика. Весят. Обалдеть просто. Вот такой вот сбор у нас металла, в принципе. Нормально. Уже цветмеда собралась. Залезо. Все. Попросил его не снимать. Конечно, тут обидно. Ролик не записался. Ну, ладно. Едем на следующий копир... Фух. Блин, друзья. Короче, была села батарейка. Пришлось весь цветмет с буса выкинуть с ремнями. Вот такие листы жести вытаскивал я там с поля. Около дач, короче. Увидел. Вросший в бугор. Ну, хорошая толщина такая, не знаю, ну, не единица. Ну, такие толстоватые, может, 0,7. Вот, короче, выдрал. Не знаю, тяжелые, замучился грузить. Все, сейчас запихаем цветмет весь обратно. Ну, поедем. Еще у нас пусть и пару кооперативов. Мне нравится. Сегодня мне улыбнулась у дачи. Я считаю, что это видео точно лайка достойно. Давайте, друзья, не подведем. Интересное местечко, друзья. Рядом с дачным кооперативом. Старый такой фундамент уже разрушается весь. Ну, и я тут умудрился немножко вот надрать металлолома. Вот. Все, у меня на пути остался последний дачный кооператив. Я подвожу итоги и еду домой отдыхать. Ну, и посмотрим на спидометре, сколько мы накатали, в общем-то. Ну, чем богаты, тем и рады. Надеюсь. Ну, что, друзья, подъезжаем к последнему кооперативу. Называется Лесное Векшице. Вот въездные ворота. Леса нету. Вон контейнера, друзья. Сразу за сторожкой контейнера. Обычно тут стоит большой строительный контейнер. Вот мы приехали, в принципе. Тут раньше у них был такой большой карьерчик. Мусора было очень много. Всегда жгли матрасы. Ну, тем не менее. Сейчас присыпали. Пойдем, пойдем смотреть, что можно найти. Последний наш кооператив. Повезет или нет? Как думать. Вот. Первый контейнер. Ничего сверхъестественного. Только вот есть алюминиевые баночки. Наверное, заберу все-таки последний. Трубочка. О, трубочка, ребята. Трубочка медная. Нет, наверное, латунь. Наверное, латунь. Не знаю, зеленого цвета. Либо медь, либо латунь. Сейчас пошел. Сейчас пошел. Латунь желтая. Ну, вот, желтая. Ну, все равно, ребят, неплохая трубочка. Грамм 200 где-то весит. Вот. Все. Обойду все контейнера. Проверим спидометр. Подобьем итоги по металлу. Ну, если видос наберет 100 лайков, конечно, сниму видео, как я все это добро буду сдавать. Хорошо, что я сегодня отказался от стеклотара, а то в бусе бы не хватило места. Все, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь. Итоги. На нашем, конечно, последнем кооперативе не так грязно. Более-менее все чисто, хорошо. Там кресло какое-то валяется, но ничего страшного. Вот последние два ведерка. Ой, эти ведерки мне сегодня, наверное, будут сниться. Десятка-два я их насобирал. Вот. Еще хочу посмотреть вот этот вот откосик у них тут. Посмотрю откосик. Пойдем в бус с ним показания спидометра и подведем. Много, много людей, конечно, кидает мусор в мусорку. Но не все такие культурные. К сожалению, не все. Такой вот брустверок, откосик. Не знаю, что тут. Может, нам что-то повезет. Мы что-то найдем. Из металла. Сегодня в поисках металла. А, матрасы, диваны. Так. Так. Ну, я думаю, туда стоит спуститься. Какое-то колесо валяется. В принципе, что внизу что-нибудь полюбить. Ну что, фу. Запыхался, облазил. Все. В принципе, ничего не было. Пару ведер, друзья. Бронзовая трубочка с контейнера. Не так уж жирно и шикарно, как хотелось бы. Сейчас покажу спидометр. Подведем итоги. Мне до дома, в принципе, отсюда 2 километра. Поэтому можно подводить итоги. Смотрите, друзья. Проехал я за сегодня. Как это ни странно. Вот видно, не видно. Ровно 70 километров. Ровно 70 километров с того места, как я начал собирать металлолом. А, нет, вру. С дома, с дома. Насобирал я прилично. О, моя баночка укатилась. Уже стыная. Сдадим. Ну, полный бус. Полный бус. И цвет нет. Плеза, ведра. Не знаю, по весу. Ну, килограмм, наверное, 200. Точно должно быть металла. Поставьте 100 лайков, и я покажу вам видео с прямки. Даже кусок автомобильного номера нашел. Все. Рад, что вы меня смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова